Добрый день, дорогие зрители! Сегодня на православном портале Экзегет мы продолжаем беседы на тему, связанные с совершающимся празднеством в честь Святой Троицы. И, конечно, не можем с вами обойти и такую важную для нас, в особенности для русских паломников, русских людей, историю о том, как последний из дубов, древний дубравый Аваней Мамри, оказался в нашем владении, во владении Русской Православной Церкви. И таким образом, вот эта чудная нить преемственности между глубокой древностью, между явлением Святой Троицы, Святому Аврааму и нашими, столь, казалось бы, отдаленными от времен этих событий уже днями, вот удивительным образом связались в такую единую событийную нить. Тем более, что надо сказать, что вообще история появления вот этого русского дуба, вот этого места, где мы почитаем в нашей русской современной традиции великое событие и явление Пресвятой Троицы, Святому Правоцу Аврааму, вот эта история, она вообще фактически, можно сказать, напоминает просто какой-то приключенческий роман. Это действительно такое очень непростое повествование, которое связано с тем, что в XIX веке, когда появилась возможность действия на Святой Земле русской духовной миссии, город Хеврон был полностью, практически стопроцентно мусульманским. Небольшое еврейское население, которое там сохранялось, было весьма младчисленным, да и, в общем-то, главным образом, как-то немножко увеличиваться оно стало в XX веке с развитием сионистского движения. А в середине XIX века Хеврон был, ну, практически стопроцентно мусульманским городом. И надо сказать, что мусульманское население Хеврона очень этим гордилось и ставило себя в пример всем прочим городам Палестины и сирийского вилаета, к которому она относилась в границах Турецкой империи. Но для начальника русской духовной миссии великого архимандрита Антонина Капустина, не побоюсь употребить в отношении него этот эпитет, это подлинный, великий создатель русской Палестины, русской святой земли, который обогатил нас просто такими великими святынями, которые теперь на святой земле принадлежат русской православной церкви. Архимандрит Антонин, вступив в должность начальника русской духовной миссии в 1864 году, он уже в это время вынашивает определенные замыслы, связанные вот с возможностью приобретения святыни в пользование, во владение русской православной церкви. И одно из первых мест и вообще первая собственно говоря его удачная покупка такой святыни была как раз таки связана с тем, что ему стало известно о том, что в Хевроне на окраине, тогдашней окраине Хеврона, продолжает сохраняться. Один из древних дубов некогда великой, тянувшийся на большие расстояния дубра в Аланей-Мамре под сенью, который некогда нашел себе пристанище своим стадам и шатрам великий праотец Авраам и где произошло вот это знаменательное явление из той троицы, о котором мы вспоминаем, сейчас и говорим. Естественно, что архимандрит Антонин всеми силами пожелал как-то употребить возможные усилия для того, чтобы сделать это место достоянием России. Это было делом чести и, конечно, духовной пользы. За помощью он обратился к драгоману, молодому драгоману русской духовной миссии Якобу Халиби, православному арабу, которого на русский манер архимандрит Антонин называл Яковом Егоровичем. Драгоман был таким полноправным юридическим представителем любой иностранной организацией, которая действовала в Турецкой империи. То есть это был такой как бы посредник между турецкими властями и иностранными религиозными, в том числе, образованиями, объединениями. Дело в том, что по турецкому законодательству никакое иностранное, ни светское, ни тем более религиозное и, наверное, тем более объединение, организация, церковь, не могли самостоятельно выкупить принадлежащую турецкой империи недвижимость. Это противоречило турецкому законодательству. Сделать это мог только турецкий гражданин, а тот уже мог, в свою очередь, благодаря существовавшим юридическим уловкам, передать купленную им собственность непосредственно во владение уже этой религиозной организации, представителем которой, драгоманом которой он являлся. Были свои драгоманы и у французов, и у католической церкви, и у латинской церкви, латинского патриархата, который тогда представлял собой отдельную организацию. И вот русскому, русской духовной миссии с драгоманом, безусловно, повезло. Яков Егорыч Халеби был человеком просто, конечно, потрясающим, удивительным совершенно человеком, невероятно любившим Россию, русскую церковь, трепетно просто по сыновь, относившимся к Архимандриту Антонину. И это тоже человек, которому мы обязаны русской Палестиной практически в той же степени, что Архимандриту Антонину. Совершив несколько поездок в Хеврод, Яков Егорыч узнал, что вот этот древний дуб находится во владении местного жителя, которого звали Ибрагим Шалуди. Он был уже таким практически шейхом, почитаемым достаточно человеком, не очень богатым, и хотя он принадлежал довольно большой кусок земли с вот этим древним дубом, основным источником его заработка являлась как раз-таки продажа сувениров от этого самого дуба, кусков коры, кусочков ветвей, веточек каких-то, желудей. Тем паломникам и туристам, которые в то время уже начали в довольно большом множестве посещать отдаленный от Иерусалима на приблизительно 60 километров в Хеврон. Но нужно еще было войти в доверие к самому Ибрагиму Шалуди и к местному населению. Никто бы в мусульманском Хевроне не потерпел продажи какой-то части собственности, недвижимости, земли представителю христианской церкви. Поэтому Яков Егорыч под видом сирийского купца из города Алеппо на несколько месяцев поселяется в Хевроне и делает вид, что основная собственно причина его здесь пребывания и основной его здесь интерес это дела торговые и покупки тканей, всевозможных ковров, которыми так славился Хеврон и как место их производства и место торговли, такой вот торговый базарный центр, куда свозились товары со всего восточного мира. И вот под видом такого молодого, праздно шатающегося, отчасти занятого делами купца, обходительного, образованного, Яков Егорыч заводит полезное знакомство в городе, ходит в гости, пьет кофе, играет в нарды и всячески приятно проводит время, очаровывает городских жителей, добивается знакомства с Ибрагибом Шалуди и начинает как бы так исподволь вести с ним разговоры о том, что знают людей, которые бы очень заинтересовались покупкой этого самого дуба и заплатили бы Ибрагиму весьма и весьма неплохие деньги. Ибрагим постепенно заинтересовывается торг на востоке дело очень долгое, несколько месяцев еще идут переговоры торговые, цена поднимается до небес, опускается до каких-то более приемлемых величин и наконец за сумму в 300 тысяч пиастров сторговывает Архимандрит Антонин через своего драгомана, своего хитроумного посредника Якова Егорыча, вот этот самый дуб. Купча была заключена и в руках с этим документом, запыленный с дороги, Яков Егорыч врывается в русскую духовную миссию, размахивая этими бумагами с криком «Дуб русский! Дуб русский!» кричит он со своим арабским акцентом. И это была, конечно, величайшая радость этого дня, это была первая удачная покупка, которую совершил вот этот тандем великого Архимандрита Антонина и его хитроумного Санчо Пансы Якова Егорыча Халеби. Это была первая такая великая духовная победа, которую они совершили вот в этой многолетней их компании приобретения святынь для русской православной церкви. Дуб русский! Великая радость! Архимандрит Антонин, конечно, испытывает просто торжество и блаженство благодаря тому, что с Божьей помощью, с многолетними молитвами вот этими, с многоденными, многонощными, с вот этими продолжительными хитростями, на которые идет его помощник, удается совершить это великое дело. И дуб, наконец-то, русский. Место, где явилась Святая Троица, то это место, не то, это уже не так важно в конечном счете. Ну, мы не можем сказать, что именно здесь стоял Хашатюр Авраам или именно здесь. Да, было почитаемое место, о котором мы рассказывали в прошлой беседе, но не чудом ли, не удивительным, а совершенно промыслом Божиим. Один из древних дубов, последний дуб, один из последних совершенно уже дубов этой некой великой дубравы, все-таки сохранился, дожил до нашего времени. А русскому паломнику Архимандрит Антонин прекрасно это понимал. Нужен был, видимо, объект поклонения и почитания. Иначе он легко становился добычей всевозможных прокодимцев, которые подсовывали ему свои какие-то ложные, выдуманные, только что сочиненные святыни, драли с него какие-то немыслимые деньги за возможность подойти и поклониться. А доверчивые русские люди, большинство из паломников составляли крестьяне, были готовы заплатить последние крохи, которые собирали целые деревни, отправляя богомольцам в долгий путь для того, чтобы он помолился за всех своих односельчан на святых местах, готов был зачастую по своей наивности отдать последние эти собранные крохи для того, чтобы поклониться какой-то святыне. И вот здесь отец Антонин создает возможность для того, чтобы русский человек мог прийти, мог поклониться столь почитаемой, столь любимой им святой Троицы, под сенью того дуба, под сенью собратьев которого, без сомнения, когда-то стоял шатер Авраама и совершалось вот это великое чудо-явление святой Троицы. Поэтому, конечно, это было очень важно, очень знаково, очень судьбоносно для нас, для русской церкви. И этот дуб, пускай действительно по возрасту никак не подходящий под времена Авраама, ни одно дерево, не будем себя обманывать, не может просуществовать четыре тысячи лет, чтобы дожить до нашего с вами времени. Вот и возраст этого дуба, который купил отец Антонин Капустин по исследованиям современных дендрологов. А надо сказать, что у дуба, у которого непрерывно, в отличие от оливы, растут годовые кольца, вполне легко действительно можно установить его возраст. Этот дуб, конечно, был одним из таких ветеранов древней Дубравы. Ему было более тысячи лет, порядка, наверное, вот где-то тысячеста лет. Ну, конечно, никоим образом ни три с половиной тысячи лет, ни четыре тысячи лет. Конечно, ему не было и быть не могло. И хотя, конечно, наши русские паломники, вслед за точно такими же уверениями, которые некогда расточали византийцы и их ветхозаветные предшественники о том, что дуб, под которым явилось богоявление Авраама, будет стоять до конца века, конечно, этого, в принципе, не могло произойти. Но, тем тем не менее, все равно для нас это великая святыня, для нас это очень значимое такое место. И поэтому отец Антонин, он первой литургии на День Святой Троицы вот на этом приобретенном участке совершал прямо под сенью этого самого дуба. В те времена он еще был зеленым, он еще был таким очень полным жизни, силой. Отец Антонин всячески думал, как сделать таким вот образом, чтобы включить его в какое-то такое храмовое пространство, но этого так и не произошло. Храм в честь святых праотцов был построен уже при намного более дальнем преемнике архимандрита Антонина, архимандрите Леониде Сенцове уже в начале 20 века. Был построен уже намного выше, чем находился этот древний дуб, но дуб всячески окружили заботы, обнесли вот такой тоже каменной оградой, впоследствии были вынуждены сделать ограду такую и металлическую, и металлическими же конструкциями подпирать вот эти тяжелые раскидистые ветви дуба для того, чтобы они не обломились при тех частых, к сожалению, в зимний период ураганах и даже снегопадах, которые посещают с собой Палестину, а тем более такую возвышенную нагорную часть, к которой относится в том числе и Хеврон. Сохранение дуба, конечно, стало такой сложной и важной задачей для последующих поколений русской духовной миссии, которые подвязались на этом месте. Но надо сказать, что времена Архимандрита Антонина бурные трагические события не завершились с покупкой дуба. Нужно было еще продолжить выкупать участки земли, так что в общей сложности Архимандритом Антонином было выкуплено более 100 участков разного размера, от совсем маленьких, до больших, и он сумел выкупить там просто огромный участок земли в собственности русской церкви. Сейчас монастырь святых праотцов обладает, хотя и не полностью часть земли все-таки была затем захвачена, но тем не менее одним из самых больших участков на святой земле. Надо сказать, что вот эти покупки стали, конечно, известны, и появление христиан русской церкви, москобии, как их называют до сих пор в Хевронии и вообще на святой земле, не остались без внимания, не остались незамечены местным мусульманским населением. Местный муфтий вооружался металл грома и молния на даже самых уважаемых жителей Хеврона, которые посмели продать принадлежавшие им участки и их собственности в достоянии русской православной церкви, в достоянии христиан. Одного из почитаемых шейхов он призывал протащить в толпе, содрав с него челму и покрыв его всенародным позором. Ну, напряженность в Хевронии в это время, благодаря деятельности архимандрита Антонина, достигла, ну вот, едва ли не градуса гражданской войны. И, к сожалению, в этих столкновениях, как передают местные жители, погиб и Ибрагим Шалуди, тот добрый старик, который первым продал вот столь значимый участок, принадлежавший ему земли с вот этим вот дубом, продал Якову Егорычу Халебе, мнимому сирийскому купцу. В какой-то момент толпа подстерегла старца Ибрагима и расправила, с ним, убила его. Но портрет его до сих пор висит на Хевронском подворье русской духовной миссии. Затем, конечно, история Хеврона была довольно сложной. Одно время после разделения церквей, после революции, эта собственность отошла русской православной церкви за границей. Долгие годы достоятелем там был игумен Ракша и его ученик Мефодий Попович. Это были два исповедника, которых в свое время, в сороковые годы пытали в застенках израильских тюрем для того, чтобы они передали документы на владение участками русской православной церкви за границей в руки новообразованного государства Израиль. Так что отцу Мефодию даже обжигали кипятком ноги, нанесли ему тяжелые язвы, раны, но мужественные исповедники не согласились отказаться от достояния русской православной церкви и сохраняли его, несмотря на все гонения и мучения, которые вынуждены были претерпеть. Но после 1967 года Хеврон остался на территории палестинской автономии, где посягальство на него уже более не совершалось. Совершилось, правда, одно весьма такое досадное событие, когда святейший патриарх Алексей желал посетить как раз-таки Хевронское подворье. Вот была такая довольно грустная история, когда его туда руководство зарубежной церкви не пустило. Это привело к такому довольно большому скандалу и, в конечном счете, силовому захвату Хевронского участка по распоряжению Ясера Арафата и передаче его московской патриархии. Но сейчас здесь с одинаковой радостью привечают, конечно, и посетители паломников из русской православной церкви московского патриархата и из русской православной церкви за границей, которые, к счастью, соединились под единым молитвенным поминовением святейшего патриарха того же самого Алексея, которого некогда не пустили в Хеврон. Слава Богу, мир, благоразумие восторжествовали на этой святую для всех христиан земле и любой паломник может и сейчас посетить это место. Долгие годы таким хранителем этого дуба и привратником, который открывает ворота, пропускает к этому дубу на территорию Хевронского подворья, является местный житель, потомок местных бедуидов Анвар в крещении Януарий, который принял православие по его собственным словам, что, в общем, не мешает ему иметь уже четвертую жену и порядка 12 детей. И он с удовольствием показывает посетителям фотографии, на которых он изображен еще ребенком на этом дубе, который в те годы еще зеленел. К сожалению, к концу 80-х годов дуб совершенно засох и прекратил уже, жизнь в нем прекратилась. Но в 1988 году, когда началось то, что впоследствии назвали вторым крещением Руси, когда в связи с тысячелетиям празднования крещения Руси, огромное количество жителей тогда еще Советского Союза вдруг вспомнило о православии. И началось вот просто массовое такое шествие советских граждан в храмы, принятие крещений, открытие воскресных школ, возрождение храмов, монастыри начали строиться, повсюду открываться и храмы, и воскресные школы. Вот эти события вызвали совершенно неожиданный резонанс за тысячи километров, казалось бы, в совершенно другой стране. В этом году ветви маммрийского дуба, уже давно засохшего и безжизненного, вдруг зазеленели. На них появилась свежая, голодая зеленая листва. И две из вот этих вот мощных ветвей этого дуба опять вернулись к жизни. Как удивительно все в этом мире связано. События духовные, которые происходят в одной части земли, находят свой отклик вот здесь. Поэтому для нас здесь, вот на этом святом месте, да, понимаете, совершается все та же самая неразрывная история от времен Авраама, от времен Святой Троицы и до тысячелетия крещения Руси. Но, к сожалению, спустя некоторое время ветви эти опять засохли, может быть, по причине того, что тысячи и миллионы тех, кто принял крещение тогда, в 80-е, в начале 90-х годов, завяли точно так же, как завяли ветви этого маммрийского дуба и не продолжили своего церковления, не продолжили своего обращения к православной вере со всей искренностью и полнотой, которых предполагалось, наверное, принятие ими крещения. Но зато старый и древний дуб дал два молодых отростка, которые сейчас растут, продолжают набирать силы. Подвязающиеся на этом подворье братья дали им прозвище Авраам и Сара. И вот сейчас два молодых дубка Авраам и Сара постепенно растут, вытягиваются, набирают силы. Так что история дубравы и мамры, древнего священного леса, под сенью которого совершились столь значимые события, до сих пор не прекратилась, не уничтожена, не пресеклась. И мы с вами еще имеем надежду на продолжение бытия этого мира, поддерживаемого Святой Троицей, поддерживаемого Святым Духом, поддерживаемого почитанием Бога и молитвами, которые приносятся верующим человекам от сердца тому же единому Троице Богу, которого познал Авраам, которого познали святые апостолы, которые познали наши благочестивые предки, и которого должны познать, полюбить и почитать, и познавать мы с вами. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.